Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любшие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 40-ю главу. Отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припояшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суть мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украсть же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его». Видим, что Господь обращается к Иову, и понятно, что Иов человек не безгрешный, ибо только без греха Господь наш, Иисус Христос. Он призывает Иова к смирению, и свидетель Анзлатоуст пишет по этому поводу следующее. «Не отвергай моего суда и не думай, что я поступил с тобой иначе, но дабы ты явился праведным». Или он говорит о настоящем деле. «Я говорю этого не для того, чтобы осуждать тебя, но чтобы показать праведным». Или об искушении, называя делом попущения, то есть «не думай, что я распорядился произойти этому ради чего-то другого». Он не сказал «дабы ты был, но дабы ты явился, каким ты был, чтобы научить других». Или он хочет сказать о настоящем деле. «Я сказал это для того, чтобы после произнесения этих слов ты явился праведным, а не для того, чтобы осуждать тебя». «Зачем Бог снова противопоставляет ему свою силу и ненависть к злодеям? Потому что я могу, — говорит, — и делаю, и использую силу против злых». То есть мы видим, что здесь, в этих словах, Господь обращается к Иову и говорит, что «я использую свою силу только против злых». Что значит «против злых»? Как сказано в Священном Писании, нет ни одного человека праведного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Постал Павел так и пишет «доброе, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю, потому что во мне есть вот эта природа, вот эта порча греха, которая проникла в человека, как мы знаем, в начале человеческой истории, через Адама во всю человеческую природу. Есть это повреждение. Поэтому злые — это как раз те внутренние состояния, которые есть у нас. Когда мы с вами читаем Псалом 50, например, всем нам известны, и в утренних правилах, и в церковном чтении, там есть такие слова. «Помилуй меня, Боже, поверится милости Твоей, поможешь и дрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипачам имя от беззакония моего». И далее есть такие слова. «И нечестивые к Тебе обратятся». И у нас часто возникает мысль «нечестивые», но это, наверное, которые где-то там ходят. Нет, нечестивые — это как раз наши помыслы и чувства. «Нечестивые к Тебе обратятся». «Избавь меня от края Божия, Боже, спасение моего». Поэтому Бог действительно использует свою силу против злых, против злых наших намерений, против страстей, против всего греховного, что есть внутри нас. Далее, как мы с вами прочитали, 5-6 стих. «Украй же себя величием и славой, облекись в блеск и веколепие, излей ярость гнева Твоего, посмотри на гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою. «Тогда я признаю, что десница моя может спасать тебя». Опять же, снова повторю то, с чего и начал. Здесь говорится, чтобы мы смирили свою гордыню и закопали бы в землю, то есть похоронили бы свое состояние, которое нас располагает греховным помыслом и поступком. И Господь говорит, «Тогда я спасу тебя, тогда десница моя спасет тебя». То есть Бог снова и снова призывает к состоянию, которое называется одним словом покаяние, то есть видение того, что есть в нас нечистого, злого, но сами с этим мы справиться не можем. Поэтому здесь необходимо, как и сказано, призывать имя Божие, десницу, силу Божию, то есть руку Божию, чтобы она помогла нам в этой невидимой брани с духами злого в поднебесных. 7-9 стих. Взгляни на всех высокомерных и унись их, как мы прочитали. Вот по этому поводу интереснейшее есть высказывание, цитата, «Не из чувства рождения, но из чувства неослабевающей любви». Пишет как-нибудь Александрийский, «Для утешения и наставления ему сказаны эти слова. «Дабы понял Иов всю непосильность для себя сей великой тяжбы», то есть борьбы с злыми намерениями. Тогда я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Только если ты вполне выполнишь роль такого судьи, которого я описал в моей речи, то в таком случае ясно, что в помощи другого, то есть Бога, ты уже не нуждаешься. То есть Бог, здесь мы видим речь Господа, как бы с такой опять же иронией, он говорит, если ты, конечно, самостоятельно можешь побороть свои нечистые помыслы, свой внутренний мир самостоятельно выстроить по заповедям любви, то тогда, конечно, я тебе не нужен. Попробуй, говорит, как бы так и говорит, который только если ты сможешь вполне выполнить роль такого судьи, которого я описал в моей речи. То есть в таком случае ясно, что в помощи другого, то есть Бога, ты не нуждаешься. Действительно, многие люди не нуждаются в помощи Божией. Почему? Потому как они грех не считают грехом. Всегда говорил, и снова повторю, что чем отличается верующий человек от неверующего. Все очень просто. Верующий человек, он видит, что грех ведет его к смерти и старается приложить все усилия, что от него зависит, надеясь на помощь Божию, уповая на Господа, в этой брани против греха. А неверующий человек, все грехи, страсти, блуд, он считает, ну что, это совершенно нормально. Вот, например, есть такое слово, там, любовь. Как его сегодня только не коверкают в нашем мире. Подойдите сегодня на улицу и скажите кому-нибудь, давай займемся любовью. Человек сразу поймет своим извращенным умом, а можно и схлопотать, да, что, смотря кому скажете. Но с точки зрения христианства, если мы это скажем, например, друг другу, без извращения всяких ума, то это значит, давайте исполнять заповеди Божии. То есть заняться исполнением любви, это значит, что заняться исполнением заповедей Христовых. Потому что Господь говорит, что если любите меня, исполните заповеди Мои. Видите, братья и сестры, как извратился наш ум, что даже слова, которые мы произносим, они в этом греховном мире получили извращенное понятие. Потому как сказано о дьяволе, что дьявол берет повод от заповеди и извращает ее. Поэтому Господь, обращаясь здесь к Иову, говорит о том, чтобы все упорядочить, все суды Божии, понять всю праведность Божию, необходимо преобразоваться обновлением своего ума, души и сердца. То есть полностью свою жизнь постараться отдать в руки Божии. То, что, в общем-то, Иов и делал, ну, Господь усмотрел его в речи, когда, помните, Иов говорил, что пусть Бог судится со мной, и Господь говорит, ну, вот я судья, ты сможешь без меня. То, да, так и говорит. В таком случае, в помощи другого, то есть Бога, ты не нуждаешься. 10-й, 19-й стих, с 11-го стиха говорится, вот если сила в чреслах его, да, 10-й стих, вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он есть траву, как вол, вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром, жила его, жена в бедрах его, переплетены ноги у него, как медные трубы, кость у него, как железные прутья, это верх путей Божьих, только сотворивший его, может приблизить к нему меч свой. Некоторые отцы церкви видели в бегемоте прообраз дьявола. Так вот, например, Филипп священник пишет об этом, цитата, «Поворачивает хвостом своим, как кедром. Мне кажется, что так сказано, потому что даже в последние времена, которые обозначены хвостом, он не возвратится к Богу, то есть дьяволу. Напротив, будучи надменным и нечестивым в своей тирании, он никогда не раскается. Возвышившись, словно кедр, он обречен на разрушение и уничтожение голосом Господа, судящего праведно. Жилы же на бедрах его переплетены, как сказано. Как мне кажется, жилами, которые очень крепки и неразрывны, он называет тех, которых дьявол удерживает страстями плоти. Ноги, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Названиями частей тела обозначено то, что дьявол жесток, свиреп, непримирим, непреклонен со своими. И действительно, в ногах и в костях его, то есть снаружи, внутри, в словах и действиях проявляется его беспредельное зло». У меня святитель Григорий пишет, тоже видя в этом бегемоте, про образ дьявола. «Это верх путей Божьих, сотворивших его, снабдив его мечом. Меч бегемота – это, конечно же, его собственная изворотливость и причинение вреда. Но именно, от того, кто, того, кто с большой буквы, сотворил его добром, то есть Бога, по природе он снабжается мечом. Так как, согласно Божьему повелению, его зло ограничивается, так что ему не дозволяется поражать умы людей в такой мире, в какой он захочет. То есть мы видим, что Григорий Твое Слово говорит о том, что дьявол, несмотря на то, что он здесь описывается как бегемот, то есть стальные ноги, жилы крепкие, но без воли Божьей он не может делать ничего. Мы это знаем и из первых глав книги Иова. Мы помним, когда Сатана приходил на совет, и Господь говорил, видел ли ты праведника моего Иова, который убегает от зла, прилепляется к добру, то Сатана там несколько раз возражал, дай мне его богатство, дай мне его детей, дай мне его здоровье. Но когда, то есть коснись семьи, да, детей, но когда было сказано Сатаной тем, что дай мне его душу, а мы знаем, что душа трехсоставна, это ум, чувство и воля, то есть разум, о котором здесь говорит Григорий Твое Слово, то Бог промолчал, и Сатана был изгнан. Бог не дает дьяволу проникать в глубины человеческой души, потому что душа человека в глазах Бога, она драгоценна. Христос, вторая ипостась Святой Троицы, пришел в этот мир, дабы душу нашу спасти от поражения греховным состоянием. Поэтому Бог дает лишь в той мере, в которой он позволит, а не в той, как сказано у Григория Двое Слово, в какой дьявол захочется. Итак, продолжает Григорий Двое Слово, враг наш, если и может много, то поражает меньше. И обязательно это тому обстоятельству, что милость Создателя полагает предел его мечу. Он принужден таиться в своем создании, и его зло, которым он приводит людей к смерти, не выходит за пределы, положенные Богом. Конец цитаты. Как сказано и в Новом Завете у апостола, что Бог не дает людям испытаний сверхсил, то есть не позволяет дьяволу прикасаться, сверхсил человеческих. То есть то, что человек может перенести. Бог никогда не посылает искушения сверхчеловеческих сил, зная, что если Бог знает, что человек не сможет с его помощью преодолеть, никогда Бог ради погибели человека ничего человеку не попустит. Это нам надо помнить. Сороковая глава, 15-19 стих. Горы приносит ему пищу, и там все звери полевые, как сказано, все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, то есть говорится о бегемоте, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился к рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и прокурит ли ему нос багрум? Здесь говорится об, опять же, прибегая к иносказанию, святитель Иоанн Златоуст пишет, что здесь есть образы, во всех аллегориях, образы богопознания. Казалось бы, для нас, так вот, на первый взгляд, прочитая, ну да, лежит бегемот в ручье, представляем эту картину, которую многие из нас видели в мире животных, да, там, под этими ивами, болтает ушками своими маленькими и все. Нет, отцы церкви видели в этом, был очень движим Духом Святым и другое нечто. То, что скрывается от нашего взгляда, поэтому мы с вами, как вы, наверное, заметили в наших, вот, истолковании Священного Писания, прибегаем к отцам церкви. Почему? Потому что отцы церкви, они духоносные, ну что мы можем сами там от своего разума истолковать. Поэтому, когда действительно вчитываешься в святоотеческое истолкование, то поражаешься всей глубине, проникновение, да, в тексты, они, как бы, вот, как такое, как покрывало некое открывается, видя эти прообразы. Вот, например, Святелин Златоуст пишет, цитата, «Для того он сотворил этих двух зверей огромными, чтобы ты узнал, что он может все сделать таким, но не делает, потому что все сотворил для твоей пользы». Видите, Бог все сотворил для нашей пользы. «Смотри, как этот зверь соблюдает собственные законы. Он обитает в той части моря, которая несудоходна. Какая от них польза, скажет кто-нибудь? Мы точно не знаем тайную пользу этих зверей. Но если нужно что-то ответить, мы скажем, что они ведут нас к богопознанию». Действительно, казалось бы, ну, какому богопознанию? Святелин Златоуст так и говорит, что Бог его расположил в несудоходном месте, что Бог его расположил так, что вот он такое животное, для нас тайна, почему он не приручается, почему ему нужно на нем пахать, кататься там на вегемоте. Не можем, потому что это тайна Божия. Для чего? Для нас это для богопознания, чтобы мы поняли, что не надмивались своим разумом, своим всесилием, что мы можем все, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, старый развалим. Бог смиряет человека, потому как начало смирения — это начало познания путей Божьих. Итак, мы продолжаем, читаем 20-21 стих. «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкой усватить за язык его, внедишь ли кольцо в ноздре его, проколешь ли иглой челюсти его? Власть Бога над дьяволом». Свидетель Григорий Двоеслов пишет, цитата, «Внедишь ли кольцо в ноздре его, как ноздрями коварства, так кольцом обозначается всемогущество силы Божьей. Ибо когда оно удерживает нас от искушений, то чудесным образом окружает и прочно держит ноздри древнего врага. А кольцо вдевается в его ноздри тогда, когда силою небесной защиты, разлитой вокруг нас, сдерживается его коварство, дабы не одолел он немощь человеческую настолько, насколько потребна ему нам на погибель». То есть дьявол нам на погибель. Мы видим, что здесь Григорий Двоеслов снова возвращается к этой мысли о том, что Бог не попускает человеку искушений сверх его силы. Опускается какие-то искушения, дабы в нас было терпение. Через терпение, как мы знаем, мы обретаем смирение и преодолеваем с помощью Божьей тот или иной грех. И далее Григорий Двоеслов продолжает. «Прокорешь ли браслетом челюсть его? Итак, Господь прокалывает браслетом челюсть Левиафана, потому что силою своей невразимой милости он так противодействует злу древнего врага, дьявола, что порой он теряет даже тех, кого уже уловил. И тогда они, совершив грехи, возвращаются к невиновности, как будто выпадают из его пасти». Мы помним слова апостола Павла, где апостол Павел говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но Господь вытаскивает этих людей, как об этом сказано в Писании, некоторых спасает как бы из огня. И вот как продолжает далее Григорий Двоеслов и пишет. «А кто же, однажды схваченный его пастью, избежит его челюсти, если она не будет проколота?» То есть, если не будет вмешательства промысла Божия по спасению человека, кто избежит? «Разве не держал?» Приводит пример интереснейший. «Он в пасти Петра, когда тот отрекся от креста». Действительно, держал в пасти. Петр испугался, трижды отрекся от креста. «Разве не держал Давида, когда тот вверг себя в такую пропасть роскоши?» Когда Давид пришел к царской власти, мы помним и его с Версавией, и по отношению к Курии, как он к другу своему отнесся, к мужу Версавии. «Но когда каждый из них через раскаяние вернулся к жизни, заметьте, через раскаяние вернулся к жизни, помилуй меня Божий, говорил Псуну опять же Давиду, повелиться в милосте Твоей». «Левиафан этот их отпустил». Вот это ответ, когда дьявол отпускает человека, когда есть покаяние и благовение перед Богом. Словно бы, как пишет далее Григорий двое слов, «словно бы через отверстие в его челюсти он отпускает человека. И так через отверстие в челюсти его исторгнуты те, кто, совершив такое нечестие, возвратился раскаянием». Вот как можно возвратиться к Богу, даже совершив отречение от Христа. Итак, 40 глава, 24-25 стих сказано. «Станешь ли забавляться им, как птичка, и свяжешь ли его для девочек твоих, будет ли продавать его товарищам ловли, разделят ли его между хронейскими купцами?» Тот же Григорий двое слов пишет, цитата, «Почему враг наш сначала называется бегемотом, затем левиафаном, а теперь сравнивается с птицей, с которой Бог забавляется ей на погибель?» «Бегемот, как мы уже отмечали, означает огромное животное, четвероногое, поедающее траву, подобно быку. Левиафан же, похоже, является змеем морским, так как уловляется рыбачьей острогою. Однако теперь он уподавляется птицей, ибо говорится, станешь ли забавляться им, как птичка. Давайте разберемся, почему он назван огромным зверем, почему драконом, почему птицей. Мы быстрее поймем его наименование, если рассмотрим виды его злодейства. С небес он сошел на землю и уже никогда не сможет подняться ввысь». Слышите, братья и сестры? Это тем, кто говорит о том, что дьявол покается, и ему будет тоже прощение, и все грешники выйдут из чистилища. Вот Хригорий Двое Слов отвечает. «С небес он сошел на землю и уже никогда не сможет подняться ввысь, ибо не имеет вдохновения надежды небесной». Итак, это неразумное четвероногое животное в силу глупости, нечестивых поступков, дракон в силу вредоносного зла, «птица в силу легковесности своего духовного склада». Итак, 40 глава 26 и 27 стихи, чем завершается эта глава, «Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову рыбачьи острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе, впредь не будешь». Вот что здесь видит тот же святитель Григорий Двое Слов, образ церкви. Цитата. «Разве заполнишь неводы кожи его, или корзину для рыб головой его?» Что обозначает здесь неводом или корзиной для рыб, как не церковь верующих, образующая церковь Вселенную. Вот в Евангелии сказано, «Еще подобно Царстве Небесной неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». Значит, церковь названа Царством Небесным, потому что, покуда Господь обращает нравы ее к Вышнему, она и сама царствует в Господе тем, что обращается к небесам. И верно церковь сравнивается с неводом, заброшенном в море, собирающим в себя рыб разного рода, потому что посланная в век язычества она никогда не отвергла, собирая вместе порочных и праведных, гордых и смиренных, гневных и кротких, глупых и мудрых. Под кожей этого Леофана мы понимаем глупцов, под головой же его — мудрецов. Или же кожей его, то есть то, что снаружи, обозначение тех людей, которые служат ей в самом малом, а глава обозначает стоящих над ними. Господь же, соблюдая надлежащий порядок, по праву заявляет, что заполнит сей невод или корзину для рыб, то есть церковь свою, потому что, как выше говорилось, сначала он избрал немощное, дабы затем воссоединить с более крепким. Вот такие, казалось бы, невидимые истолкования для первого прочтения в связи с Григорием Богословом. Вот еще, например, вечное наказание. Цитата. «Он будет поражен на виду у всех, то есть дьявол, ибо когда среди страха предстанет судья вечный, когда будут с ним легионы ангелов, когда все служения сил небесных будут с ним, с Богом, когда приведены будут все избранные на это зрелище, вот тогда он, свирепий и жестокий зверь, приведен будет в цепях посреди всех, и со всем телом его, то есть со всеми порочными, предан будет вечному пламеню гиены». Вот такое истолкование дается по поводу бегемота и левиафана. Мы видим, что отцы церкви, можно и у Блаженного Августина, и у Григория, двое слово других отцов, что они сравнивают дьявола с этими животными, который будет скован на вечные времена и предан вечной погибели. Вот такая глава. Церковая, содержащая в себя 27 стихов, дает нам понимание о участи дьявола и его слуг. Субтитры создавал DimaTorzok